Продолжение следует... Сегодня я покажу в подробностях, как это сделать с помощью презерватива. То есть, как с помощью презерватива сделать линзу, и, соответственно, дальше получить огонь. Для удачного добывания огня нам понадобится хороший труд. Это может быть труха от дерева, то есть, например, берете гнилушку, начинаете ее измельчать, получаете труху. Либо бывают такие древесные жучки, которые измельчают, то есть их личинки измельчают древесину в труху. Вот она очень тоже хорошо для этого подходит. Это могут быть в крайнем случае из молотой листья. Это может быть обычная ветка, очищенная от коры и наструганная. Но и должна быть именно не стружка, а должна быть именно труха, вот как пыль древесная. В эту труху желательно добавить какие-нибудь темные элементы, например, измолотую кору. Ну и одним из самых лучших трутов, которые есть в природе, это трутовик. Вот гриб-трутовик растет на дереве. Сейчас я его возьму, нам, конечно, столько его не понадобится. То есть в чем его преимущество в том, что вот этот гриб не обязательно даже измельчать. Его достаточно вот так вот лучами солнца припалить, и он будет уже отлеть. Этого вот достаточно. Но я его измельчу для того, чтобы эти угли распространились по всей растопке, которую мы наберем попозже. И результат получился более быстрым. То есть вот срываем тут трутовик. О нем когда-то я уже снимал свое видео. То есть опять же, нам вот весь трутовик не нужен. Это паразитичный, паразитарный, или как правильно сказать, гриб. Возьму просто кусочек его. То есть все остальное можно выкинуть. Буквально совсем небольшая часть вот этого трутовика мне понадобится. Все, берем его с собой. Берем трутовик. То есть растопку мы уже насобирали. У него есть вот эта вот трубчатая часть. Вот как раз она нам и нужна. То есть тут в этой части он черный, что очень хорошо. И немножечко крошим его. Вот таким вот образом. То есть вот неплохо очень даже крошится. Это и будет наш труд. У нас сегодня погода не очень хорошо располагает. Для данного опыта солнце то есть, то нет. Много туч. Ветерок. Вот. Ну, сейчас будем пробовать. Еще такой нюанс. Воду сегодня взяли. Воду взяли, чтобы здесь не набирается на месте. Из холодильника до сих пор лед не потаял. Поэтому полтора литра вместе сейчас с презервативом не получится, что, в общем-то, не очень здорово. Так. Растопку заготовили. Вот она у нас. Труд заготовили. Вот он у нас. Вот, убираем его в сторону. Сейчас будем набирать... Сейчас будем набирать в презерватив воду из бутылки. Как это сделать, я покажу на отдельном парламенте видео. Сейчас покажем, как наполнять презерватив водой, потому что зачастую, я так понимаю, что у людей возникают с этим некоторые проблемы. Ну, из того, что я видел в интернете, иногда начинают мучиться, не понимают, как это сделать. Сразу покажу два презерватива, которые я буду сегодня использовать. Это тонкий презерватив этот вот, для орального секса. И это сверхпрочный презерватив. Вот еще взял для примера такой презерватив. Это женский презерватив, его использовать не нужно. То есть, во-первых, он дороже, а во-вторых, он для этих целей не подходит. Вот. В первую очередь наберем тонкий презерватив водой. Это сделать проще всего. То есть, разрываем его. С ним никаких проблем не возникает. При наборе воды мы его разворачиваем. Он достаточно тонкий, чтобы самостоятельно раздуться. Шарик, когда мы начинаем набирать в него воду. Представляем, что у нас есть, не обязательно должна быть бутылка, это может быть кружка, все что угодно. В общем-то, все очень просто. Сейчас покажу. Зажиму здесь. Растягиваю презерватив его таким вот образом между тремя пальцами. Это можно взять по-другому, но я делаю так. Начинаю набирать воду. Сейчас покажу снизу. Шарик будет раздуваться. Вот он раздувается, раздувается. Нет, в этот раз что-то не пошло. Обычно идет. А, вот-вот-вот, пошел-пошел-пошел. Видим, как шарик раздувается самостоятельно. Сейчас мне нужно не запустить его. Потом шарик оболтает. То есть вот полтора литровая бутылка. Полностью у него вошла. Сейчас покажу еще раз. Вот таким вот образом. То есть никаких дополнительных манипуляций не понадобилось. Сейчас покажу, как набрать воды в другой презерватив, более жесткий. Таким простым способом уже не получится набрать в него воду. Покажу, что нужно сделать. Теперь презерватив сверхпрочный. Вначале я попытаюсь точно так же набрать в него воды. И вы увидите, что ничего не получится. Опять же разворачиваем его. Вот, видим, разверну полностью. Опять же растягиваю между пальцами. И пробую набрать в воду. Опять же, вначале все точно так же. Но дальше, даже если я буду таким вот образом делать. То есть ничего не меняется. Нижняя его часть не растягивается. Я не могу в него набрать больше воды, чем вот сейчас в него поместилось. То есть специально выливаю всю бутылку. То есть ни с большей высоты, ни с меньшей. То есть ничего не получилось. Сейчас покажу, как это можно сделать. Знаю я два способа основных, которыми пользуюсь. Сейчас оба покажу. Сейчас еще раз бутылку наберу водой. Потом покажу. Еще раз тот же самый презерватив. Ну, поверьте мне на слово. Собственно, покажу предыдущий. Вот. Так был цветной. Этот прозрачный. Ну, можно сказать, белый. Первый способ, если у вас есть бутылка с водой пластиковая, мы просто надеваем презерватив сверху на горлышко. Прижимаем его, чтобы он не слетел. Ну, он в любом случае будет слетать. Это такой способ. Такой себе. Вот. И переворачиваем. Он начинает набираться, как только он набрался и дальше не идет. Нужно просто надавить на бутылку. Опа. Все. Дальше. Медленно все это дело стекает. Воздух проникает в бутылку, презерватив надувается. Видно, да? То есть вода мимо не течет сейчас. Вот. Вода заканчивает вытекать. Все. Полтора литра воды оказалось в презервативе. Это первый способ. Но не всегда под руками может оказаться пластиковая бутылка. Например, у вас есть только маленькая кружечка, котелок или что-то. И не получается выдавить воду под давлением в презервативе. В этом случае следует пользоваться другим способом, который я сейчас покажу. Еще один способ основан на том, что давление воды увеличивается на дне. Если мы увеличиваем столб воды. То есть помним формулу из школы РОЖАЖ. То есть П давление равно РОЖАЖ. Где АЖ это высота столба жидкости. Чем больше столб, тем больше давление на глубине. Соответственно, такой высоты жидкости недостаточно для того, чтобы расстануть презерватив. Нам нужно его увеличить. Соответственно, нужно презерватив растянуть. Если у нас два человека, значит один берет презерватив, растягивает его таким вот образом и вытягивает. Второй наливает сверху воду. Если же вы находитесь в условиях дикой природы, где вам это необходимо сделать, ну где-нибудь, без напарника, соответственно, нужно сделать то же самое самостоятельно. Значит, как делаю это я? Я, например, беру, кладу какую-нибудь ткань на землю, чтобы не прорвать презерватив, ставлю презерватив на землю, прижимаю его пальцем, если голые ноги. Если я в обуви, то обуви прижимаю. И оттягиваю презерватив наверх. Тут опасность в том, что он может выскользнуть. Если вы уже набрали воду, то эта вода вся вылетит вверх. Ну, это не страшно. Просто стоит это делать немножко на расстоянии от места предполагаемого костра, растопки и вашего труда, чтобы это все дело не замочить. Сейчас покажу, как я делаю это здесь. В принципе, я пробовал класть на землю, на траву, прижимать без всякой ткани. Презерватив обычно такой не прорывался. Но, конечно же, лучше, скажем так, застраховаться и положить ткань, чтобы презерватив не прорвался, ни оброшло не проткнулся. Итак, что делаю? Зажимаю край презерватива ногой, чтобы он не высказывал. Здесь тремя пропальцами растягиваю горлышко. Беру бутылку. Вроде бы не течет. И начинаю наливать. Я теперь снимаю снизу. Вот видим, как он начинает раздуваться. Все, натягивать уже сильно нет необходимости в презервативе. Вот полтора литра воды оказались в презервативе. Следующий момент, как завязать презерватив. Опять же, некоторые мучаются, завязывают. Я покажу свой способ, которым пользуюсь сам. Сделаю так, чтобы он не прорвался. Если я делаю линзу, соответственно, мне нужно сделать так, чтобы в ней почти не оказалось воды. То есть, видим уровень воды. Берем вот так вот, вот здесь презерватив зажимаем. Если даже немножечко воздуха попадет, можно постараться сместить его в сторону вот этой вот гульки, которая находится... Ну, сейчас не покажу, в общем, гульки, которая находится, вот она, на конце презерватива. То есть, часть воздуха, что попало сюда, чтобы здесь не было воздуха, поскольку воздух будет мешать линзе концентрировать солнечные лучи. Значит, как завязываю я презерватив? Если я просто хочу завязать намертво и не развязывать, то просто беру так, это все дело, оборачиваю вокруг, пойду сюда, зажимаю двое пальцами и вытягиваю пальцы из этой петли. Но я покажу другой способ, который позволит, после того, как вы завязали презерватив, его легко развязать. Вот, еще разок, вот так вот, положил два пальца, обернул вокруг пальцев, отсюда, да, покажу, пошло сюда, зажал между пальцами и начинаю вытягивать эту часть. Вытягиваю, вытягиваю сейчас, вот так вытянул, у меня получилось, не до конца вытянул, вытянул только колечко, а, ну, скажем так, петлю вытянул, а кольцо, которое есть на конце презерватива, оно осталось с этой стороны. Немножечко затягиваю и у меня получается такой вот узелок, который можно легко развязать. В эту петлю желательно ставить какую-нибудь палочку, спичку и тому подобное. Сейчас это не обязательно делать, я просто покажу. Для того, чтобы петля не развязалась, в принципе, если я немножечко ее затяну, то уже этого не должно происходить. Сейчас пробую отпустить, вот. Вот. Если сильно не сдавливать это все дело, то никуда этот узел не денется. То есть вот даже можно вот так вот держать презерватив, и все будет нормально. Значит, когда мы подносим презерватив, то есть мы собираемся использовать его как линзу, желательно расположиться лицом к солнцу, то есть, например, лампочка там по отношению ко мне это солнце, и располагать вот таким вот образом. Это лучше всего, по мне. Таким образом, вы с собой не создаете тень, в принципе, это просто удобно. Далее. Руки как вы поворачиваете. Необходимо поймать правильный зайчик. Во-первых, если вода в презервативе будет холодной, он будет запотевать, необходимо воду подогреть, либо налить воду в презерватив и дождаться, когда он нагреется. Второе, как я и сказал, нежелательно, чтобы здесь был воздух. Вот. Бывают маленькие пузыречки, их лучше побить, 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 и отправить их вот в эту вот, вот в эту вот, ну, короче, в эту часть презерватива. Вот. Дальше. Удержите презерватив, пробуйте сделать так, чтобы зайчик, а не зайчик, а сконцентрированные в точку лучи, были как можно более похожи на кружок, то есть, чтобы они не были размазаны, чтобы они не получились продолговатые. Для этого вы, во-первых, используете высоту до вашего труда, ближе, дальше. Это все обычно делается на коленях. Становитесь на коленях, на локте, вот так вот, и пробуйте, дальше, ближе. Очень важно при этом, чтобы, если погода жаркая, летняя, чтобы у вас, ваш пот, не стекая по носу, не капнул на ваш труд. То есть, обращайте на это внимание, если потеете, вовремя вытирайте. Вот салба. Дальше. Пробуйте выше, ниже делать, поднимать линзу. Пробуйте крутить в одну, в другую сторону. Пробуйте вот таким вот образом это все делать. Совмещайте три движения, и ищите, какое положение наиболее оптимальное для того, чтобы получить хорошо концентрированные солнечные лучи. Вот. Ну, и как развязать презерватив? Все очень просто. Тянем за вот эти вот колечки, которые располагаются на конце презерватива. Если необходимо, надо его развязать. Мы тянем, все легко разматривается. Этой же водой можно потушить костер, если это необходимо. Вот, в принципе, все по теории. Берем презерватив, в данном случае сверхпорочный, взял с собой. Отрываем, не мусорим, то есть пока я отложу в сторону это все дело, сюда. Разворачиваем его. Далее берем бутылку, открываем, соответственно, надеваем презерватив сверху. Я надеюсь, что хватит нам объема воды. И переворачиваем. Опа. Начинаем набирать. Презерватив, видим, не раздувается. Даем напора. Ах, не дается напор. Ладно. Переходим к плану B. Лед не позволяет бутылку сжать и набрать воду в презерватив. Уже начал на него набирать воду и уже не то. Оттянули и заливаем в него воду. Надеюсь, что этого будет достаточно. Далее завязываем. Таким способом, чтобы можно было потом его развязать, если вдруг не удастся, с первого раза все провернуть. Затягиваем узелки. Вот так вот. Все, линза наша готова. Еще пристраховаться немножко и просунуть сюда какую-нибудь палочку, соломинку или что-то в этом роде. Только, чтобы не повредить презерватив. Аккуратненько. Все, линза готова. То, что вода холодная, она запотевает, и это, в общем-то, плохо для наших целей. Но мы попытаемся. Очень сильно запотевает, очень сильно холодная. Конечно, желательно воду подогреть. Раньше с таким не сталкивался, но... Вот сейчас теперь я это уже понимаю. Пробуем этой линзой пустить зайчик на нашу растопку и поджечь ее. Ой, ужас, сильно запотевает. Похоже, придется ждать, когда вода в презервативе подогреется. Не выдается пока. Ну, видно, что линза очень сильно запотевает. Из этого ее пропускные способности, то есть свет через нее хуже проходит. Я не успеваю ее оттирать и наводить зайчик на труд. Она тут же запотевает. Нужно подождать, когда она греется. Солнце не самое яркое, ну ладно. Снимаешь, да? Чтобы было видно линзу. Сейчас я просто праздну. Дым на сзайчик. У нас еще недостаточно. Она все-таки унорелась. Но ничего. Дым на сзайчик. Дым на сзайчик. Дым на сзайчик. Дым на сзайчик. Виды маловатые. Ничего, ничего. Сейчас порваю еще раз. Надо. Сейчас немного снова заплывай. Пошло хорошо, пошло. Линзу убираем в сторону, потому что может она нам еще пригодится. А труд попробуем раздувать. Сейчас складываем из растопки. Я снимаю растопку. Растопку. Из растопки делаем гнездо. Вот. Так, чтобы из него внутри ничего не вывалилось. Плотненькое гнездо. И в это гнездо необходимо засыпать леющий труд. Когда мы его засыпали, мы начинаем раздувать. Вот получили огонь. Из-за нам необходимо было бы, к примеру, налить другую воду. Более теплую. Либо же нам показалось бы, что линза слишком маленькая. Пришлось бы доливать воду. Мы просто вытащили бы палочку и развязали бы презерватив. В этом случае вода из презерватива свободно вытекает. Сейчас мы ее потушим. И презерватив можно повторно использовать. Ну, конечно же, не в тех целях, для которых он изначально принадлежно оснащался. Использованный презерватив, даже после воды, он может быть применен в качестве растопки, позволившей, например, огню от спички гореть чуть дольше. Мы для этого вывращиваем презерватив наизнанку. Немножко его вытираем. Можно по одежду, но в данном случае я сейчас не одет для полевых условий. Поэтому не хочется вытирать смазку об себя. Немножко высушиваем на воздухе непродолжительное время. И, в принципе, он готов для использования в качестве растопки. Сможем положить так, сложить и поджечь. Либо же зацепить за, например, палочку каким-нибудь образом. И намотать на нее. У нас получается импровизированная спичка, если это можно так назвать. Горит у него очень недолго, но, тем не менее, больше, чем обычная спичка. Не забудьте надорвать краешек, для того, чтобы у вас был момент, за который вы можете поджигать. То есть, чтобы был уголочек. Иначе поджечь его будет сложновато. Здесь ветер. Нужно было бы сделать ветрозаслон хороший. Ну, попробуй, поджечь его получится. Давай тоже вот этим самым местом. То есть, вот такая вот импровизированная спичка получается. Которая горит непродолжительно, но все же горит. Воняет. Воняет, да. Собственно, и все на сегодня. Всем спасибо, если будут вопросы, задавайте в комментариях. А так вот, удачи всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok